Это понятная политика. Здравствуйте. 50 лет назад произошел самый кровавый переворот Латинской Америки. В сентябре 73-го при тотальной поддержке США к власти пришел диктатор и душугуб Августа Пиночет. Личность, которая и спустя годы вызывает у чилийского народа приступ ненависти. Как ему удалось захватить целую страну? И почему официальные представители Вашингтона отказываются рассекречивать документы о революции в Чили? С нас только факты, выводы делать вам. КОНЕЦ Эта история еще один яркий пример того, что всегда нужно жить своим умом. Чужие обещания, советы и помощь бескорыстными не бывают. А вот за ошибки приходится платить кровью, ресурсами и западной диктатурой, которая, перемолов государство, как ни в чем не бывало, равнодушно умоет руки, оставив после себя искалеченную страну. В данном случае под каток Вашингтона попала Чили. И так обо всем по порядку. Я не диктатор, у меня просто сердитое лицо. Так отвечал на критику Аугуста Пиночет. И правда, 10 тысяч политзаключенных, 40 тысяч подверглись пыткам. Доказано убийство более 3 тысяч граждан. Но не будем забегать вперед. Для начала обратимся к демократическим выборам в Чили в 70-м. В той электоральной кампании победу одержал Сальвадор Альенде, лидер блока «Народное единство». Партия придерживалась социалистических взглядов и была намерена строить экономику Чили, основываясь на государственных рельсах. Аграрная реформа, доступное жилье для бедняков, возможность простым работягам получить образование и медпомощь – лишь одни из направлений социально ориентированной политики нового руководства. Подобный подход шел вразрез с американским пониманием мира. Белый дом быстро понял, что одна из ведущих стран Латинской Америки выходит из-под их контроля и готова стать на путь социалистической Кубы. После прихода к власти Альенде национализировал частные банки – ряд промышленных предприятий, принадлежавших в том числе американскому бизнесу. Это предопределило позицию США к левому правительству латиноамериканской страны. Президент Ричард Никсон дал указание своей администрации и ЦРУ обрушить экономику Чили. С подачи Вашингтона на продукцию чилийских горнодобывающих предприятий было наложено эмбарго. Собственность государства за рубежом была арестована. Отношения со страной разорвали крупные западные банки и международные финансовые организации. При поддержке американских спецслужб в Чили появились многочисленные праворадикальные движения, саботировавшие решения властей. Фактически в стране шла гражданская война. Но даже такими методами США не удалось сместить Альенде. Как вам такие методы? Прошло полвека, ничего не меняется. Санкции и подрыв изнутри. Часть рассекреченных архивов в 2004 указали, что американцы потратили тогда несколько десятков миллионов долларов на смещение Альенда. Но деньги сначала не помогли. А тут еще президент Чили совершал немыслимые поступки на международной арене. Встречался с Фиделем Кастро и несколько раз посетил Советский Союз. И Вашингтон начал давить по всем фронтам. Все это было ответом на социально-экономическую политику президента Альенде, который взял курс на национализацию медиплавильной промышленности, крупнейших частных компаний и банков на проведение аграрной реформы. Для понимания шагов Альенде. Американские корпорации контролировали 80% медиплавильной промышленности Чили, приносившей стране, как мы уже сказали, 4 пятых всей внешнеторговой выручки. Президент просто-напросто хотел вернуть богатство страны ее народу. Но в ходе национализации медиплавильной промышленности возникло недопонимание США. Американские компании, имевшие интерес в Чили, отказались принять компенсацию от правительства страны. И в целом восприняли политику Альенде в штыки. Наступив на хвост крупному иностранному, в том числе американскому бизнесу, Альенде фактически подписал себе приговор. ЦРУ под паттернажем тогдашнего госсекретаря США Генри Киссинджера решают, что нужен проверенный инструмент демократии на штыках. Военный переворот. Первая попытка военной революции была предпринята в июне 1973 года, но была подавлена верными Альенде-солдатами. Вторая в сентябре началась со знаменитой фразы «В Сантьяго идет дождь». Так по радио звучала команда, подготовленным американцами-революционером во главе с Аугуста Пиночетом, который предал свою страну. За считанные часы военные заняли административные постройки и обстреляли президентский дворец из ракет. Альенде покончил с собой. Президенту Альенде, находившемуся в президентском дворце, Ламонеда, был предъявлен ультиматум. Ему предлагалось уйти в отставку и покинуть страну на специальном самолете вместе с семьей и приближенными. Альенде отказался, и тогда военные начали штурм дворца. После пятичасового боя президентский дворец спал. Президент Сальвадор Альенде застрелился в своем кабинете, не желая попадать в руки мятежников. Ворвавшиеся во дворец военные обнаружили тело Альенде на его рабочем месте. То ли не разобравшись, что президент мертв, то ли из ненависти мятежники расстреляли уже мертвого главу государства, всадив в него более десятка пуль. Так в Чили установилась военная хунта, которая быстро погрузила страну в пучину террора. Ее лидер, американский ставленник Аугусто Пиночетт любил повторять, демократию необходимо время от времени купать в крови, чтобы она оставалась демократией. Спустя год после переворота американский сенатор Фрэнк Чорч обнародовал информацию о том, что ЦРУ потратила на работу с чилийской оппозицией около 10 миллионов долларов. Смешная цифра на фоне сумм, которые сегодня тратятся на Украину. Но тогда это были совсем другие деньги. Символом террора хунты стал печально известный стадион Националь. По факту арену превратили в концлагерь. Судьба 30 тысяч чилийцев с тех пор так и остается неизвестной. Свидетели рассказывали, что на стадионе Сантьяго, превращенном в концлагерь для противников хунты, трупы убитых были сложены в штабеля. Тела жертв плыли по реке Мапача. Часть останков вывозилась военными вертолетами и сбрасывалась в океан. Через застенки режима пройдут сотни тысяч чилийцев. Еще около миллиона будут вынуждены бежать из страны и отправиться в эмиграцию. После прихода к власти Пиночета страна превратилась в поле, как его назовут экономисты, неолиберального эксперимента. В Сантьяго прибыла группа экспертов, которых называли «чикагские мальчики». Главная цель – повальная приватизация 500 предприятий страны и месторождений меди. Ведь Чили обладает крупнейшими запасами этого ресурса. Тут есть любопытное совпадение. Чикагскую школу экономики за основу брал Милтон Фридман. Именно этот финансист – автор шоковой терапии в начале 90-х. После того, как в сентябре 1973 года хунта пришла к власти, Пиночет объявил, что будет уважать частную собственность и иностранных инвесторов. Немедленно были реструктурированы долги перед США и Парижским клубом. Иначе в 1974 году пришлось бы выплатить 1 миллиард долларов. Чили получила кредиты МВФ и Мирового банка. Однако сначала в экономике мало что изменилось. Инфляция составила по итогам 1973 года 500% годовых, по итогам 1974 – 370%. В результате образовался дефицит текущего платежного баланса в полмиллиарда долларов, который пришлось финансировать за счет постоянных заимствований. В 1975 году после нескольких девальваций местная валюта из Куда потеряла 60% своей долларовой стоимости и была заменена на Песса, курс которого сделали фиксированным. Вы все правильно понимаете. Весь мир считает тогда Пиночета извергом и убийцей собственного народа. Но Вашингтону он нужен, поэтому идут кредиты и финансисты. И никто не вспоминает про пытки, стадион и политзаключенных. Политический террор не щадил никого – ни простых чилийцев, ни знаменитостей. Так известного чилийского поэта, музыканта и режиссера Виктора Харре пытали током, ломали руки, а после долгих мучений расстреляли, выпустив в него 34 пули. Военные не стремились разбираться в том, кто и в чем виноват. Сотрудница католического издания «Кармен Марадор», не являвшаяся сторонницей Альенде, была арестована просто так. Семь часов она провела на дыбе, была многократно изнасилована, ее морили голодом, избивали, ломали ноги, пытали электрошоком, прижигали сигаретами. Применяли самые изощренные и омерзительные издевательства. Родственникам удалось ее освободить, однако от перенесенных мучений она вскоре умерла. Для преследования политических противников было создано Управление национальной разведки. Политическую полицию за жестокость быстро окрестят чилийским гестапо. Карательные органы Пиночета отравили знаменитого чилийского поэта и обладателя Нобелевской премии Пабло Неруду. А в городке Дигнидад создали центр пыток. Трагические страницы истории связаны также и с так называемым «караваном смерти» – карательным спецподразделением под руководством генерала Серхио Рильяна, члены которого искали в тюрьмах политических противников правящего режима и убивали их с особой жестокостью. Жертвами по разным данным стали от 75 до 97 человек. Как отреагировал на это Вашингтон? Осудил ли за столь варварские методы? За преступления и убийства политических оппонентов? За террор в одном небольшом государстве? Белый дом не просто закрыл глаза, а скорее наоборот – широко открытыми продолжал финансировать своего протеже Пиночета. И даже сделал из него творца экономического чуда, за ширмой которого, по сути, все крупные и средние предприятия страны, все стратегические отрасли агулом ушли в частные руки, многие из которых с американским гражданством. Чикагские мальчики отменили почти все ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа, создав почти неотразимый пакет гарантий для зарубежных инвесторов с невероятно благоприятными условиями. Иностранные инвестиции и займы лавиной хлынули в Чили. Только займы 77-го по 81-й годы увеличились в три раза. Из 500 семи государственных предприятий, созданных в Чили, при Альенде и до него чикагские мальчики оставили целыми и неприватизированными лишь 27. «Что касается Чили и переворота, устроенного августом и начатом, то здесь мы видим такое очевидное проявление концепции реал-политик. Настоящая политика, очень жесткая политика, которую проводили американцы. И, конечно, это все устраивалось вопреки какой-то обычной, стандартной риторики со стороны США о защите свободы и демократии». Наверное, человеком, который привожу руку, в первую очередь, к всем этим действиям в Чили был Генри Киссинджер, на тот момент советник у нас в безопасности американского президента. И Киссинджер, он считал то, что, в общем-то, угроза поливения всей Латинской Америки, это настолько серьезно, что нужно поддерживать кого угодно, будь то диктатор или человек, который готов пролить кровь своих оппонентов, лишь бы красные не пришли к власти в Чили». Но закон США, что деньги побеждают зло, сработал и для Чили. Страна до 80% добываемой меди отдавала группе корпораций «Совет Америки». Ее основатель Дэвид Рокфеллер. Еще две американские компании «Анаконда» и «Кенни Кут Коппер» получали сотни миллионов долларов. Любопытно, что многие аферы США в Чили стали известны благодаря журналистской работе Сеймура Херша. Именно он доказал, что руки и ноги ЦРУ торчали из чилийского сценария. Он подробно анализирует одну из важнейших операций Вашингтона по дестабилизации иностранного государства, демонстрирует внешних и внутренних акторов этого процесса. Американские корпорации в стране, резидентуру ЦРУ, агентство США по международному развитию, проамериканских политиков внутри страны, консервативные и ультраправые круги в обществе и в национальной армии. Рельефно нарисованы «Вашингтонские игроки» и «Процессы» В то же время в стране отменили профсоюзы, пенсию и медицину от государства. А главное лукавство экономического чуда объясняется просто. За годы кровавого правления Пиночета ВВП вырос более чем на 20%. Вот только третить всего волового продукта приходилось на 1% населения страны. Перераспределить привилегии, поддержать большинство чилийцев Альенде как раз и хотел. Но богатое меньшинство казалось сильнее, имея деньги и американскую поддержку. Американский подход к этому вопросу всегда был довольно простой. Они смотрели именно на развивающиеся страны или на страны менее экономически развитые, такие как, например, Чили. А Чили в тот период, может быть, и в настоящее время считается страной не очень богатой, даже по латиноамериканским стандартам. Америка пыталась всегда там создать, ну, если так можно выразиться, олигархический капитализм или капитализм, который базировался на власти, как их так называют в Америке латифундистов. Аугусто Пиночет покинул президентский пост 11 марта 1990 года на фоне массовых протестов. Историки утверждают, что он просто отбился от рук, и Вашингтон решил его убрать. В 99-м диктатора арестовали, а 10 декабря 2006-го он скончался, оставив в стране наследие, которое до сих пор отзывается протестами и проблемами. Вот материал 2019 года. К нынешнему социальному взрыву привело накопившееся в чилийцах за десятилетия недовольство социально-экономической политики властей. В течение долгих лет власти страны проводили политику тотальной приватизации. Государство практически самоустранилось из всех сфер социально-экономической жизни. Латинской Америке, да и, пожалуй, во всем мире не найти другой страны с такой же степенью приватизации, как в Чили. В результате в Чили правила свободного рынка были применены не только к экономике, как таковой, но и прежде к социальной сфере – образованию, медицине, системе пенсионного обеспечения. Все эти ключевые и чувствительные для населения сферы были приватизированы и выведены из-под государственного регулирования. Проще говоря, хочешь отдать ребенка в школу – плати. Заболел – плати. И не поверите, но нынешний президент Чили Габриэл Борич – идеологический наследник не Пиночета, а как раз Алиенде. Власть признает, что экономическое чудо чикагских мальчиков – лишь способ наживы для американцев и того самого одного процента элиты. То есть страна потеряла целых 50 лет на сомнительный эксперимент. В Британии США активно призывают власти рассекретить документы о том, как они спонсировали, организовывали и поддерживали свержение демократически избранного чилийского правительства и насаждение кровавой диктатуры Пиночета. Но ясно, что никто рассекречивать серьезные документы не будет, ограничиваясь мелочевкой вроде брифингов для Никсона или что-то в этом роде. Поскольку эти документы пролили бы свет на истинное отношение к демократии как таковой в Лондоне и Вашингтоне, не изменившиеся с годами. Какая такая демократия, ежели она противоречит правилам мира, основанного на правилах? Приветствуется любая самая грязная и кровавая диктатура, ежели она проамериканская. Так было в Чили полвека назад, так же происходит сейчас на Украине. А это одна из свежих обложек журнала The Nation, посвященная 100-летию того самого Генри Киссингера, одного из авторов чилийской трагедии. Руки у него по локоть в крови, пишет даже американская пресса. Вот и на праздничном тортике юбиляра география его достижений Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Чили и другие. Разумеется, в красном сиропе. Хотя и на Киссингера после находила прозрение. Быть врагом Америки опасно, но быть другом Америки фатально. Тоже его слова. Быть друзьями Америки чревато – это тоже факт. Безусловно, многие из американских союзников оказались в очень неудобной ситуации в дальнейшем. Можно посмотреть на ту же Западную Европу, которая сейчас оказывается жертвой санкционных воин с России, и кого американцы составляют, помогая во все большем количестве Украине, вопреки собственным интересам. Ну, либо Япония, Южная Корея, кого США натравливают на противостояние с Китаем. Либо курды, например. Или афганцы, кого американцы бросили в самый нужный момент. Вполне возможно, что украинцы за ними последуют. Поэтому, конечно, действительно быть американскими союзниками чревато в долгосрочной перспективе. Вы знаете, при подготовке сценария иногда просто диву даешься, насколько история предлагает ответы на все актуальные политические вопросы. Вот пример Чили. Государство потерянных поколений, которое снова возвращается в прошлое с пониманием, да, серьезно ошиблись. Но многое не вернуть. Мете и предприятия американцы точно не отдадут. И возникает вопрос, почему Украина с особым рвением точно так же отдается в лапы тех же западных воротил? Ведь осознание рано или поздно придет. Вопрос, останутся ли силы и люди, чтобы на своей земле исправить серьезные промахи. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok